добрый день этим видео я открываю серию обучающих материалов по неклассическим сквайрам пока есть пять серийных моделей непосредственно сквайр классический сквайр 1 зеркальный сквайр 1 сквайр 0 зеркальный сквайр 0 и сквайр 2 комбинируя 1 и 2 можно получить конечно и другие модификации но серийно производится в основном вот эти отличаются они количеством элементов на одном слое ну и зеркальные версии одноцветные первым будет сквайр 0 зеркальный весь одноцветный существует версия еще с серебристыми наклейками собирается точно также здесь мы видим свои разной толщины верхний более толстый нижний тонкий средний слой стандартный средний стоит из двух деталей верхний нижний из четырех углов на сквайр 1 есть еще ребра причем в зеркальной версии все уголки одного слоя одинаковые поэтому можно их ставить в любом порядке главное разместить на одной грани понятно что головок интуитивно собирается но для полноты картины это видео должно быть зеркальная версия при перемешивании теряет форму это становится немного интересней но не сильно сложнее исходное положение из которых будем мы собирать когда средний слой меньше деталью находится слева вот более широкая часть вот более узкая можно взять вот так но так в обычных сквайрах не принято да и не очень удобно если перехватим будет также поэтому проще перевернуть средний слой напомню из двух частей и собирать из такого положения где нет разреза но не получится берем сквайр так чтобы левая часть была поменьше и в этом положении верхний слой будет более толстый перемешивается нехитро просто вращаем половину головоломки и двигаем уголки каким-то образом можно вращать вращать и слои обратно соберутся так бывает сделаем какую-то ситуацию поинтереснее к примеру вот такая самая наверное сложная здесь нет ни одной пары углов которые стоят рядом друг другом правильно что снизу что сверху вообще из этой ситуации есть короткое решение надо расположить чтобы один большой угол был сзади справа а если перевернуть здесь такого большого угла не было то есть он должен быть снизу то есть вот тут вот уголка нет а вот тут вот есть просто делаем одно движение у нас получается здесь блок и здесь блок так как толстый слой должен быть сверху мы здесь повернем налево а здесь его повернем направо делаем еще одно движение и у нас здесь уже полный слой но запоминать это совершенно не обязательно можно собирать интуитивно если ситуация какая-то вот такая где три крупных элемента уже сверху и не хватает одного мы располагаем так чтобы справа было два а этот был но слева сверху важно нижние расположить так чтобы при таком движении он образовал здесь вот такой блок он может стоять таким образом тогда бог не образуется нам нужно чтобы он бог образовал ставим его справа сверху этот слева сверху поднимаем поворачиваем возвращаем и опять все собралось если у нас сверху элемент только один можем сделать произвольное движение и собрать блок он получился если блок не собрался пример у нас получилось вот так то нужно ход отменить и переставить этот элемент на соседнее место но тоже слева возвращаем переводим на соседнее место слева поднимаем получился блок отставим его на свое место слева и теперь либо у нас справа есть уже готовый блок либо нет если готовый блок есть переводим его направо поднимаем наверх и все собрано если готового блока нет мы это замечаем вот они стоят по диагонали мы поднимаем какой-то один элемент и получаем уже известную ситуацию их вот здесь стоит 3 располагаем два справа один слева сверху этот справа сверху и решаем поднимаем поворачиваем еще раз поднимаем ну или возвращаем в итоге углы собрались если собрались верхние углы нижние собираются автоматически можно собирать любым интуитивным способом как угодно главное чтобы элементы встали правильно но можно заметить что вот этот слой когда собирается когда нет можно конечно его просчитывать а можно собрать в конце мы видим что вот левая часть стоит хорошо то что мы ее не вращаем мы за нее все время держим вращаем остальные элементы вот это развернулось то что мы не пытались ее сохранить чтобы вернуть все на место можно сделать нехитрые движения из кубоидов вращаем правую часть вращаем верхнюю часть все движения на 180 градусов опять вращаем правую вращаем верхнюю еще раз правую и все собрано ну по идее в алгоритме еще одно движение но для зеркального сквайра она не потребуется так как элементы все одинаковые и симметричные покажу еще раз вращаем справа сверху справа неважно в какую сторону сверху еще раз права и вот повернулась решаем и все вновь собралось также вы можете встретить вот такую ситуацию будет казаться что собирается сквари как-то неудобно приходится каждый раз так вот докручивать чтобы он вращался здесь возможны два варианта либо вы перепутали собрали сверху тонкий слой а снизу толстый а из-за этого не совпадение прорези либо вы изначально собирали так что слева более широкая часть справа более узкая и получилось вот такое вот несоответствие но решается очень легко берем средний слой как надо чтобы слева была часть поуже выравниваем и делаем следующее движение правую грань поворачиваем разворачиваем верхнюю грань разворачиваем нижнюю грань на 180 градусов еще раз вращаем правую и все становится хорошо других ситуаций здесь быть не может покажу еще пример полной сборки берем сквайр так чтобы слева была узкая часть их может быть две поэтому можно выбрать любую и наверх будем накидывать более крупные элементы делаем произвольное движение получаем их тут сразу три знакомая ситуация ставим справа блок этот слева сверху нижнюю часть вот так поднимаем поворачиваем разворачиваем средний слой разворачивать не пришлось до лонг собирается за секунды хотите посложнее есть другие модели на классический сквайр можно найти подробное обучающее видео по ссылке в описании тренируйтесь и все у вас получится а на этом все всем спасибо всем пока до новых встреч